Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Сохранить старое или начать новое? Ну, мне, честно говоря, думается, что не существует старого и нового, а существует, что называется, акцент внимания. То есть какое-то время человек центрируется на одном, то есть на одном центрирует свое внимание, потом спустя время и ввиду каких-то естественных причин, человек может спокойно переключить свое внимание на что-то другое, и на мой взгляд это более чем естественно и более чем нормально. Поэтому мне кажется, что в этом смысле вы не совсем корректно используете термины старое и новое, потому что это больше зависит тут от, на мой взгляд, по крайней мере, это зависит больше от восприятия. Восприятия вами, вот, окружающего, а также от ваших потребностей, актуальных целей и задач. Мне также показалось, вот, немножко так, забегая вперед, да, мне показалось, что вы вот в какой-то степени пассивны по отношению к тому, чего вам хочется, то есть мне кажется, что многие-многие вещи, которые вас не устраивают в плане того, что вот вам приелось и так далее, вы, ну, как будто бы, как будто бы ждете вот, что муж, да, сам до этого дойдет, то есть как будто бы вот сами вы свои пожелания не озвучиваете, а если и озвучиваете, то вот, как мне, думается, несколько, ну, неуверенно, может быть, робко, может быть, как-то еще. То есть здесь вот как будто бы есть такой расчет на то, что муж сам должен догадаться и сам должен сделать то, чего вы хотите. Итак, с мужем, с мужем 9 лет вместе, 7 в браке. Ну и что же, срок довольно большой, вы далее пишите, что вам по 30 лет, то есть получается, что в отношениях вы находитесь с довольно молодого возраста, то есть на вот тот период, который вы описываете, вот, приходится самое большое количество изменений в личности человека, да, то есть вот как раз в период, да, по, значит, эссе, ну, например, примерно там 20-21, да, до 30 происходит вот как раз становление личности. И вот в этом периоде, получается, вы были в браке, были в отношениях, ничего нет удивительного, что сейчас, вот, когда, по сути, вы сформировались как личность, вот, вас начало что-то не устраивать, да, мне кажется, что это абсолютно нормально, то, что вас что-то не устраивает и вот то, что вы, ну, в какой-то степени изменились, да, то, что у вас появились, может быть какие-то другие приоритеты, вот, другие потребности. Другой момент заключается в том, что вы почему-то выбрали себе, как бы, ну, специфический путь для решения и для реализации этого. То есть, почему-то не, там, сможем поговорить, да, вот, не обсудить с ним то, что вы изменились, то, что вы смотрите на вещи, на мир, как-то иначе, теперь, теперь, и что, вот, нам, ну, что нам с этим делать, да, вот, вы выбрали другой путь для себя, и вот это, вот это очень интересный аспект, да, того, что, несмотря на длительность отношений, как будто бы, вот, взаимодействие между вами и вашим мужем, да, является неглубоким. Дальше, семейная жизнь, тихо и спокойно, у меня никогда не было тяги к поцелуям, объятен к сексу, не то, чтобы мне было отвратительно, просто не хочу, не тянет, а вот вас это, ну, не смущало, да, то, что вы не хотите, то, что вас, то, что вас не тянет, вот, почему-то вы к этому относились, ну, абсолютно нормально, вот, то есть, ну, если вы не больны, да, а если у вас нет никаких, значит, медицинских показателей, то, ну, вообще-то, вот, то, что вы описываете, является весьма тревожным проявлением, вот, но вы почему-то, опять же, повторюсь, вы почему-то на это не обращаете внимания, как будто бы, да, а воспринимаете это как, ну, должное, то есть, ну, вот, не тянет меня и всё-всё, не тянет меня, ну, так и должно быть, вот. То есть, здесь вы, на мой взгляд, собой пренебрегаете, к сожалению, и мне бы очень хотелось, конечно, увидеть ваши основания до этого, вот, то есть, вот, с чем связано то, что вы, значит, собой пренебрегаете, да, вот. Если ваша семейная жизнь, как, ну, вот, как вы говорите, тихая и спокойная, то, вероятно, это то, чего вы хотели, то есть, вы хотели безопасности и защищённости, возможно, вы хотели уверенности в будущем, вот, вы это получили, насытились, вот, этим у вас появилась, ну, какая-никакая уверенность, вот, и после этого активизировалась, естественно, какая-то другая потребность, вот, например, потребность, вот, как раз в, там, там, ну, потребность, например, в драйве, да, допустим, вот, потребность в эмоциях каких-то, потребность в, может быть, в, ну, в изменении, да, своих социальных ролей, то есть, ну, в том, чтобы, вот, может быть, стать родителем, да, и так далее, вот, то есть, ваши потребности, они изменили, вот, и это нормально, то, что происходит, вот, но, опять же, повторюсь, все дело в том, что вы почему-то выбрали не обсуждать это со своим мужем, так, как человека мужец у него немного сделал для меня, столько всего было вместе пережито. Честно говоря, есть ощущение, что в данном ключе мужа вы воспринимаете больше, как, знаете, как поддержку, вот, вот есть такое ощущение, что человек, ну, просто для вас, значит, что-то делал, да, вы, вот, его, ну, цените, да, вы знаете, вот, что он, ну, там, вы знаете, на что он способен, знаете, вот, что он может вам дать, и, вот, вы его цените за это, вот, конечно, совместный опыт это хорошо, а, ну, то, что у вас есть, эм, такой, э, совместный опыт вы говорите, что много, много, э, всего проведено, пережитывание, это хорошо, но, опять же, вот, э, э, ну, такое ощущение, да, что, вот, вы своего мужа, ну, выбрали, э, э, значит, э, как будто бы, э, больше головой, э, вот, например, и, э, э, как будто бы вы выбрали его, э, э, ну, из удобства, то есть вам было удобно, он, э, значит, э, как, как-то, вот, вот, закрывал, да, какие-то ваши, может быть, э, э, ну, потребности, э, вот, и, э, э, отсюда, вот, это, э, связано, э, связано, э, связывается вы их, э, субъективно, с выбором, э, человек. Смейная жизнь, как бы сказать, зашла в тупик, не было никакого развития, нам по 30 лет, э, детей нет, жили чисто для себя. А, а, значит, в чем же тупик? А, ну, вот, э, в таком, э, случае, да, вот, в чем тупик? Если вы говорите, что, ну, жили вы, э, э, для себя, да, и, э, э, значит, э, получается, что, э, получается, что, э, получается, что вас это, ну, вот, устраивало на, э, определенном, ну, промежутке времени, да, вот. Вот в чём же тупик, мы предположим, что вы захотели чего-то другого, да, вот, то есть, как вы сами с этим обратились, вот, а я имею в виду, вот, как вы обратились с тем, что вам захотелось чего-то другого, а то получается, что, когда вы говорите о семейной жизни, вышла в тупик, не совсем понятно, кого вы имеете в виду и о чём конкретно вы говорите. О детях речь заходила, но как-то не слишком серьёзно, опять же, здесь нет ответственности вашей. Понимаете, если вы хотели ребёнка, то, ну, вам и вести серьёзный разговор, а вы как будто бы всё это делали неуверенно. Вот, и когда вы пишете о том, что о детях речь заходила, но не серьёзно, непонятно, кто заводил эту речь, кто говорил не серьёзно. Вы пишете, у меня появился любовник. Опять же, здесь вы пишете не с позиции личной ответственности, вы говорите, у меня он появился, но не сам он появился. Вы что-то сделали для того, чтобы он появился. То есть, вы решили вступить в эти отношения, так возьмите ответственность на себя. Начиная с того, что ваши отношения зашли в тупик, как это субъективно произошло, то есть, что вы сделали для того, чтобы они зашли в тупик. И заканчивая тем, что у вас появился любовник, что вы сделали для того, чтобы он у вас появился. Я много-много узнал о нём как о человеке, о его характере, хочется обнимать и целовать. Отношения длились полгода, он в любви признавался и разговоры были о будущем. И детях он сам говорил, что если я не приму какого отношения для себя, муж или он, то надо ставить точку, потому что он хочет семью. Я понимаю, что не даю ему завести новые отношения. Так, большое предложение. Я много чего узнал о нём как о человеке, о его характере. А хочется его обнимать и целовать, пишите вы. Я сейчас, наверное, скажу такую вещь. Который, может быть, кто-то не согласится, вот. Но мне кажется, что это нужно сказать. На мой взгляд, нет прямой связи между тем, что вы узнаёте человека, да, и тем, что вам хочется его обнимать и целовать. Вот. То есть, да, конечно, очень часто это идёт вместе. Это правда. Вот. Но всё-таки вот связи между двумя этими аспектами я бы прямой на местное всё-таки не проводил. Можете ли вы сказать, ну, сам, субъективно, каким образом вы, во-первых, узнавали человека, во-вторых, значит, каким образом вы узнавали человека? Как вы устраивали ваши отношения к тому, что вы о нём узнавали? И как это переросло в то, что вам хочется его целовать и обнимать? Почему я об этом спрашиваю? Потому что сейчас, к сожалению, выглядит это всё, вот, то, что вы описываете, так, как будто вы узнавали, что человек может дать вам то, что вы хотите. Как будто бы. Вот. Я не хочу утверждать, вот, потому что, ну, понятное дело, что могу ошибаться, вот, но вот по моим ощущениям может быть так. Дальше, значит, отношения длились полгода, а опять же, что конкретно вы, Мария, делали, вот именно вы что делали для того, чтобы отношения длились полгода? Вот как внука, как вот вы говорите. То, что они длились полгода, это понятно. Значит, они же длились полгода не просто так. Они же длились полгода, потому что вы для этого что-то делали, чтобы они длились полгода. Вы буквально в этих отношениях находились. Ага, пишите вы так, так, как будто бы от вас это вообще не зависит. Вот. Это очень, если честно, смущает. Такой подход, когда человек, да, как бы воспринимает то, что с ним происходит, да, как будто вот все в таком, ну, я бы сказал, немножечко пассивном ключе. Дальше. Он в любви признавался, а вы? То есть, ну, хорошо, он признавался в любви, а вы? А что для вас, ну, что для вас значит его, его признание в любви? То есть, ну, что для вас это означает? Какой вывод вы делаете из того, что человек, ну, признавался вам в любви? Вот. Сейчас это выглядит как то, что вот если он признается вам в любви, то это означает, что он к вам привязан. Вот. И вы, ну, понимаете, что человек никуда не денется. Разговоры были о будущем и детях, а насколько эти разговоры о будущем и детях важны вам. Потому что, если помните, то вы говорили о том, что вам, ну, как-то вот дети, да, ну, не нужны были особо. Вот. Что вы своим мужем жили для себя и, судя по всему, вас это все устраивало. Вот. Получается. А, может быть, вы таким образом, ну, маскировали свою неуверенность в супруге. Так. Он и сам говорил, что если я не приму какого-то решения для себя, то надо ставить дочку, потому что он хочет семью, и я понимаю, что не даю ему вывести новые отношения. А вот здесь есть ощущение, что вы, вы оба, я имею ввиду, вы и ваш любовник, воспринимаете друг друга как средство. В данном случае, ну, для рождения детей. Вот. Потому что, на мой взгляд, если на первом месте личность партнера, то такая позиция, когда говорят, что вот, ты мне не даешь завести новые отношения, она является немножечко такой обесценивающей вас. Вот. И вы, как будто бы, вот, опять же, ну, несколько обесценивающей здесь относитесь к себе. Вот. За счет чего? За счет того, что вот, позвонили человеку, да, к себе так относиться. Вот. Ну, потому что вы не, вы не средство, да, для, там, достижения каких-то целей. Вот. Но, с другой стороны, вы можете признавать или допускать, что выстраиваете отношения только ради целей, потому что, и с мужем у вас тоже, как будто бы, были общие цели. Так. Муж все узнал, как он узнал? Обреагировал без истерик, собрал вещи, ушел, сказал развод, мне было стыдно и больно и обидно за то, что я все разрушил. Только после того, как он ушел, это про страх, это про страх у вас. Это про страх, значит, одиночество, это про, вот, знаете, незащищенность вашу, это про потерю опоры, это про невозможность опереться на себя, да, это вот про это, потому что, если бы, ну, было бы что-то другое, то вы бы раньше бы это все почувствовали и раньше бы все, ну, как бы ощутили бы. Вот. Это первое. Второе. Что это значит все разрушило? Вот. Тоже такой довольно интересный, как мне кажется, момент, что именно вы разрушили. Отношения, это не то, что можно разрушить. Отношения выстраивают, ну, выстраивают оба партнера, и отношения не разрушаются от каких-то действий. Это первое. Если отношения заканчиваются, то они заканчиваются, ну, по естественным причинам, да. Вот. Но, или, но, никогда не разрушаются отношения, повторюсь, нельзя разрушить. Это первое. Второе. Второе. То, что вы себя вините за то, что, как вы говорите, разрушили отношения, говорит о том, что даже не столько сам муж вам важен, сколько именно отношения с ним. А точнее то, что, очевидно, они вам дают. Вот. Я, я имею ввиду отношения с ним, то, что вам дают. И, и отсюда у вас идет, вероятно, чувство вины, что вы лишили себя чего-то очень такого. Чего-то важного, чего-то значимого, вот, и так далее. Только вопрос заключается в том, а что это такое. Если, вот, те моменты, которые вы описываете, например, ну, вот, как-то аж косвенно подтверждают тот факт, что ваши чувства к мужу, вот, они несколько не определены. И даже чувства к любовнику, чувства к любовнику тоже не определены. Потому что вы говорите, что этот мужчина вам в любви признавался, а вам просто хочется его обнимать и целовать. А вот, что именно вы к нему чувствуете, да, ну, вот, не совсем в данном случае это вообще и понятно. Вот. Поэтому, ну, тут вот такая история. На следующий день пришел и сказал, что не хочет развода, что простит. Я права и пора что-то менять в жизни. Предложил вывести ребенка. Но, естественно, решение пока откладывается, пока не будет решено с нашими отношениями. Я решил, я сказал, что мне надо подумать. А кто будет решать этот вопрос? Кто будет решать? Как вы будете решать этот вопрос? Потому что, ну, пока, опять же, получается, что вы просто ищите вот с кем вам удобно. Вот. То есть, понимаете, в чем штука? Штука в том, что вы не свободны в своих решениях, вы не свободны. Вы мечетесь между мужчинами как источниками того, что вам нужно. Сначала один, потом второй. Проблема заключается в том, что у вас нет опоры на себя. И из-за этого у вас постоянно неуверенность. Потому что вы хотите гарантии. А гарантии с ниатомого человека вы получить не можете. И на себя опереться у вас тоже не получается. Вы не привыкли к этому делу. Поговорив с любовником, сказала ему, что остаюсь с мужем. Почему? Ну, то есть, вот, буквально. Чем вы руководствовали? Чем вы руководствовали? То есть, ну, вы остаетесь с мужем потому что что? Потому что вы его любите? Потому что он вам, не знаю, нравится больше? Чем это продиктовано, что вы, вот, остаетесь с мужем? Ну, понимаете, опять же, опять же, идет некая, некая такая поверхностность ваша здесь. Ну, просто остаюсь. Почему остаюсь? Не ясно. Так, вспомнили как все начиналось, как могло бы сложиться сюда, что он всегда все планирует наперед, сюда есть планы и цели. И я полагаю, что это то, что у него есть всегда планы и цели. То, что вам нравится в нем. То, что вас привлекает в нем. И, значит, то, что, вот, вызывает, ну, желание, да, получается его слава. Ну, а как же вы? Как же вы сами? У вас есть свои собственные планы, у вас есть свои собственные цели. Вот. И, как вы, скажем, идете, если идете, конечно. Потому что пока, пока, пока что, получается, что ваши цели все, это ваш, ну, мужчина. И любовник был привлекательным до тех пор, пока муж был, ну, вот, в какой-то степени менее целеполагательным по вашим, ну, по вашим ощущениям. И, на мой взгляд, это, опять же, ввергает вас, вот, ну, в ту самую зависимость от, ну, от него. Понимаете, да? Вот. Вот. Поэтому, вот, это, это, это момент, который вам, на мой взгляд, нужно прорабатывать. Вот. Потому что, потому что, ну, само по себе, да, ничего не изменится. Вот. И, муж, ну, вернулся после того, как он, получается, узнал, что у вас есть любовник. Вот. Он, конечно, будет стараться, но это очень сильнодействующее лекарство. Вот. Действие которого пройдет. И, значит, поскольку для вашего мужа это неестественно, то есть все основания полагать, что все вернется на круги свое. Так. Муж вернулся обратно, начал суетиться, резко начал планировать ремонт, который надо было сделать давно. А почему вы не сделали его сами? Готов прямо сейчас детей схватить. А что я? Я сижу, у меня не радость, не спокойствие. Я думал, а любовники, о том, правильно ли я выбор сделал. Мне до сих пор это безумие больно. А от чего больно? Что болит? Когда вы думаете о том, правильно ли я сделал выбор, скорее всего, ни тот, ни другой выбор неправильный. Потому что нет мук выбора, если у нас есть чувство к человеку. Ваши муки означают, что чувств у вас нет. Если у вас нет чувств, вы можете выстраивать отношения по целям. Выстраивание отношения по целям это прагматичное решение. То есть, кто способен лучше помочь вам в достижении цели? Ну вот и кто. То, что мой муж зашевелился, мне уже не надо. Может, просто из-за того, что был такой сильный стресс, я еще не отошла. Правильно? Правильно? Потому что вы наверняка понимаете, повторно, все это время. Так. Спустя три месяца, все еще не прекратилось чувство, что я совершил ошибку сохранить брак. Как вы понимаете, что это ошибка? В чем может быть ошибка? То есть, что наводит вас на мысль, на то, что это ошибка? И какое значение для вас имеет сохранение брак? Я уже хотел написать мужу прощальное письмо, но не решилось. Вроде живем неплохо, все равно приятно. Но я знаю, что скорее всего измена повторится. Потому что в плане так сильного контакта ничего не поменялось. И вы снова. И вы, фактически, снимаете себя ответственность. Говорят, что измена повторится. А измена не повторится, если вы ничего не будете для этого делать. Так давайте же подумаем. А в каком случае, когда вы будете что-то делать для того, чтобы измена повторилась, а то опять вы здесь пишите так, как будто, знаете, ну, как будто от вас ничего не зависит. Вы, значит, ну, ни при чем. Вот. И все это, значит, ну, все это стихийное бедствие. Измена, я имею ввиду стихийное бедствие. Ну, вот. И вы просто, ну, жертва этого стихийного бедствия. Ну, это же не так. А что касается тактипных изменений, то здесь нужна работа более, ну, более, я бы сказал, превентивная. Да, чтобы понимать вообще, как вот, значит, ну, как развивался ваш вот этот самый тактипный контакт с мужем и так далее. Вот. И, конечно, ничего не изменится, если для этого ничего не делать. Что вы делали для того, чтобы в плане тактипного контакта что-то поменялось. Как решиться на развод, при этом отбросить чувство жалости, а может разводиться все-таки не надо. Нужно действительно рассмотреть более подробно наше чувство жалости, потому что, на мой взгляд, чувство жалости это про некое такое, знаете, ну, я бы сказал, отвращение. Отвращение, вот, если мы говорим о чувстве жалости, может быть, ну, может быть, это даже брезгливость. То есть, вас к мужу только, как мы можем видеть, да, вас к мужу только чувство жалости. Вот. 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 А если вы не решаетесь на развод, то, опять же, вас что-то сравнивает. Если это страхи, то со страхами нужно поработать. Вот. Но, тем не менее, решение за нас не примет никто. Вот. Вот. Поэтому, решение принято вам. Если вы пойдете на психотерапию, то решение будет принять легче. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Турик мой. Именно един Canvas маркадем над тем, что я хочу. Удачи. Какому?